В этом видео рассмотрим очень интересный замок на железные двери. Его часто используют на квартирах с посуточной сдачей, когда нужно удаленно создать пароли и пустить людей. Замок устанавливают следующим образом. Мы вынимаем тот цилиндр, что у вас стоит, устанавливаем вот этот. Причем неважно какой толщины у вас дверь, ключ с внешней стороны будет длинный, и вы в любом случае дотянетесь до цилиндра и его откроете. Это аварийные ключи для аварийного открытия. То есть если свет выключат, вы всегда сможете дверь открыть вот этим ключом внутри. С внешней стороны есть заглушечка, мы можем заглушить, чтобы цилиндр не было видно. Сам блок моторный устанавливается с обратной стороны, и вот этот шток входит вот сюда в зацепление. То есть замок будет закрывать ваш стандартный замок. То есть вот этот мотор будет крутить цилиндр, он подходит в стандартный цилиндр. Этот цилиндр подходит ко всем типам стандартных замков. И в принципе будет этот мотор открывать любой замок. Вот она, накладка с внешней стороны декоративная. Для того, чтобы закрыть в накладке дырку, чтобы не было видно цилиндр. Он же аварийный. Дверь будет закрываться автоматически, но это можно настроить. На замке стоит датчик. Датчик установлен вот здесь. Мы устанавливаем замок с краю двери. Вот так вытаскиваем датчик. На раму двери ставим магнитик. Тут магнитик. Магнитик с отверстием. Датчик будет срабатывать и дверь закрываться. Можно дополнительно приобрести датчик беспроводной. Он устанавливается просто на двухсторонний скотч на дверь. Работает на батарейке и хватает их надолго. Это по блютузу подключается к замку. В чем плюс замка? Он работает с коднаборными панелями. Она тоже беспроводная. Не проводом подключается. Работает на батарейках. По блютузу подключается к замку. Набираем код. Причем код может быть любое количество цифр до, потом код любое количество цифр после. Нажали решетку и дверь будет открываться. То есть если вы переживаете, что кто-то знает ваш код, набрали вот так, потом ваш код, потом какие-то другие цифры, решетка. Кто запомнит 10 знаков, неизвестно. Никто почти. Еще в чем смысл? Что код можно создавать в телефоне удаленно, не связываясь с замком. Вы создали код, он подходит с ограниченным временем или количеством раз. И это все действует по такому шифрованию, по времени. Но можно и связываться с замком. Есть коробочка, шлюз. У меня сейчас нет, показать не могу. Шлюз, который позволяет открывать этот замок. Прямо просто в приложении. Нажать и открыть замок. И он прям будет открываться по нажатию кнопки. А без шлюза вы можете открыть дверь. Узнали код, в приложении узнали код, который подходит к замку в заданное время. Сообщили код, человек набрал, дверь открылась. Если вы дали кому-то код и хотите, чтобы он перестал действовать, есть специальный код, можно в приложении сгенерировать, вбив который, выключится действие всех предыдущих выданных кодов. Вот такая штука. Этот замок можно подключить к внешнему скуду, к домофону, например. Используя вот такой радиопульт. Радиопульт работает на батарейке. Подпаиваем два проводочка. Это мы сделать можем мы. То есть мы уже подпаяем. Будет два проводочка, при замыкании которых у вас будет нажиматься вот эта кнопка открытия двери. И замок будет открываться. По поводу установки самого моторного блока. С обратной стороны есть отверстие под стандартные места крепления. То есть он же устанавливается напротив цилиндра. Вот у нас отверстие в этом замке, уже есть отверстие под винты. И мы замок прикручиваем вот этими отверстиями к внешней накладке. То есть через вот эти отверстия крепится внешняя накладка на двери. Это очень удобный вариант. Этот замок максимально можно установить на замки с 35 удалением. Хотя на самом деле нужно все-таки 6 сантиметров. Потому что замок может задевать за дверную коробку. Но в некоторых случаях вот на 35 замок, этот 35 удаление центра цилиндра, от края двери такой, дармаз так называемый, этот замок можно установить, моторный моторлок. Как открыть моторлок? Берем магнитик, вот сюда примагничиваем и снимаем накладку металлическую. В замке установлено два больших аккумулятора 18650. Вот они стоят. У нас стоит электронный блок с кнопочкой «Резет» и вот он, датчик двери. Червячный редуктор с мощным мотором и механизм открытия двери. То есть дверь для того, чтобы открыть изнутри, мы должны надавить немножко на эту вертушку, повернуть и открыть дверь. Кнопку можно убрать, просто не поставив сюда заглушку. Для того, чтобы дети не могли открыть дверь свободно. И открывать дверь, например, просто по вертушке. Вот такой замочек моторлок. В комплекте идет зарядное устройство для аккумуляторов. Уже все видео смонтировано, но про две важные вещи я не упомянул. И отдельно даже хорошо, что вы на них обратите внимание. Первое. Это о важности точного отпиливания цилиндра, штока от цилиндра. Значит, нам важно, чтобы он был отпилен именно по шаблону. То есть мы устанавливаем шаблон в ответную часть, отпиливаем шток точно по размеру. Если будет слишком длинный, то кнопка изнутри не будет нажиматься. Очень важно отпилить шток цилиндра под нужную длину. А второе. Это при подключении замка нужно выбрать направление замка правильно. Чтобы дверь открыть изнутри, нам нужно было нажать кратко на кнопку. И чтобы долгое нажатие изнутри на кнопку закрывало дверь. Все. Вот эти вещи. Кстати, про это вот рассказывает Алексей. Монтажник себе поставил такой замок. Доволен. Ему нравится. Да, я уже сделал, потому что я обратил внимание, когда я нажимаю на закрытие, у меня дверь открывалась. У меня петли слева. Там снаружи, короче, картинка написана, типа открывается в одну сторону. Я сделал, как у меня. Но при этом на кнопку закрытия, понимаешь? Вот сейчас он закрылся. Вот. Нажимаешь на открытие. Он пошел открываться. А до этого на открытие закрывался. На закрытие открывался. На открытие закрывался. Я думаю, почему для Эксита, чтобы дверь открылась, надо было держать. Сейчас дверь открыта. А вот чтобы она закрылась, надо подержать. Как вам такой замок? Продолжение следует...